Эй, йоу, всем привет, друзья, с вами тот самый опаснейший Феликс, и прямо-таки сейчас я нахожусь в том самом и опасном безумном мире. Как вы поняли по названию этого ролика, сегодня нам предстоит настоящая и полная жесть, в общем, смотрите. Но если вы не смотрели предыдущую серию, где я сравнил опасные оружия, и не только оружие, и еще и инструменты, которые я получил и выбил с сундуков, о которых я как раз-таки говорил в предыдущих сериях, то обязательно сначала посмотрите, а потом сюда возвращайтесь. Так, ролик, конечно, нужно было снимать раньше, но, в общем, вчера я добавил такой мод под названием Спидстер. Спидстеры это такие чувачки, которые быстро бегают, я особо об этом ничего не знаю, но, в общем, они быстрые, копец какие, это флеши, и всякие опасные мутанты, которые быстро бегают, наносят опасные уроны и, в общем-то, могут убить. И сегодня я думаю, хотя нет, мы точно побываем в шкуре, ну как в шкуре, в костюмах этих самых героев, наверняка по любасу. Ведь такая тема, вы наверняка помните, как я вам рассказывал о том, что я добавил в мир такую модификацию, с помощью которой по миру будут спавниться разные сундуки, с дропом из какого-то конкретного мода. И вчера, когда я играл, мне пришло сообщение еще об одном сундуке, который заспавнился где-то вот на 33 высоте. А 33 высота у меня, разумеется, в SCP фонде. И, в общем-то, где-то здесь у нас есть сундук, и его надо просто-напросто найти. Я уверен, что он где-то в одном из этих коридоров. Ну и я думаю, что мы точно сможем это испытать, потому что, как-никак, если выходит этот ролик, то точно уже у меня все получилось. В общем-то, его просто-напросто нужно где-то здесь найти. Ну и честно, вы мне так и не написали, что же мне делать с этими самыми инструментами в итоге. Мы не определились вообще. Эти инструменты слишком имбалансные. Они, конечно, очень крутые. Например, кирка, разрушитель мира. Кстати говоря, можно это кое-где испытать, только в каком-нибудь месте, где я это не сломаю пол своего SCP фонда. Еще раз напоминаю то, что если вы не смотрели, то обязательно посмотрите. И вот тут вот как раз-таки я вчера немного улучшал SCP фонд и сделал здесь такие вот стенки. Так, кстати говоря, у меня с едой небольшие проблемы, поэтому давайте соберем себе побольше пиццы. Два кусочка пиццы, а-а-а, два кусочка пиццы. Так, и честно говоря, я вообще не знаю, где можно испытать эту самую кирку разрушитель мира. Вот серьезно. Я боюсь сломать везде, вот везде у меня тут всякие камеры находятся. А, и кстати говоря, друзья, огромное вам спасибо за вашу активность. Красавцы просто. И, кстати говоря, друзья, не забывайте про комментарии и про лайки. Кстати говоря, как вы могли заметить, ваши комментарии будут появляться на протяжении всего этого ролика. Так что не забывайте писать комментарии, отныне буду ставить их в ролик. И за лайки огромное спасибо. И так, кажется, я нашел место, правда, здесь у нас овчонок находится. Вот в этой стороне мы можем кое-что сломать. Нет, не можем. Хотя нет, мы можем сломать вот в ту сторону. А ну-ка, давайте превратим эту кирку с помощью шифта правой кнопкой мыши в молоток. И раз, два, три, бам! Опа, все, у нас нету, как бы вот. Точнее, у нас освобождено место под как раз-таки новую камеру. И смотрите, здесь будет все очень плоско. Здесь все красиво, модно, молодежно. И смотрите, действительно можно все очищать с помощью этого. И как это удобно, плюс там падает куча материи, тут очень темно. И в этой самой материи тут пишется, что тут находится. 2746 предметов, охренеть! И вы зацените, просто рандомный дроп здесь нам выпал. Алмазы даже есть. Так, а ну-ка. Я захотел устроить выживание с прохождением этого дела, честно говоря. Так, еще один кластер материи. Господи, нет, это слишком. Это какой-то перебор, чуваки. Так, я нормально так пошастал по разным коридорам. И в итоге я пока что ничего не нашел, на самом деле. Так, выкинем все здесь ненужное, потому что это мне очень сильно мешает. Ненавижу, когда в инвентаре куча говна. Ну и как вы помните, в предыдущей серии мы нашли еще одного из наших питомцев. И достаточно успешно посмотрите. Привет, Лола. Привет, Герда. Привет, Лулу. Привет, коровка, которая превращается в очень страшную коровку, поэтому я ее бить не буду больше. Дальше у нас где-то находился Гантер. Гантер, алло, Гантер, 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 а где же ты? Ты мне скажи, пожалуйста, Гантер наверняка тут. Где Гантер? Гантер, Гантер, Гантер. И, кстати, сундук, в котором мы нашли в прошлый раз те самые мощные вещи. Он куда-то пропал, понимаете? Мне интересно, куда он пропал, неужто? Я уже начал строить теории всякие. Привет, Гантер. Привет, Дзинь-Дзинь. И лайк поставь. Мы в предыдущей серии нашли лайк поставь. Может быть, поэтому вы так это сильно залайкали, но действительно не забывайте делать то, в честь чего назван этот самый питомец. Да, как-никак, не зря же он назван, не зря же он существует, этот лучик маленький. Так, и что же, наступает ночь, всё, я уже что-то замедлил. Надо быстрее пойти искать этот самый, ну да, поскорее найти тот самый сундук со спидстерами, с вещами из спидстеров. Я особо в этом не разбираюсь, и вы мне можете написать об этом в комментариях, что же там такое есть, что же, как это всё используется. Я знаю об этом моде поверхностно, и напишите, знали ли вы о таком персонаже, как Флэш, и что вы смотрели. Я, насколько знаю, есть сериал, но я помню его только из Лиги Справедливости, да и всё, вот серьёзно, из Лиги Справедливости, которая, кстати говоря, не зашла. Но новая Лига Справедливости, которая выйдет от Кевина Файги, вот эта пушечка. Я не знаю, кто-нибудь понял хотя бы, о чём я сказал. А, и, кстати говоря, друзья, как вы посмотрите этот ролик, сразу приходите на мой второй канал, ведь там я устрою стрим. Во-первых, там будет и Безумный Мир, и также там будет мой сервер, на который вы тоже можете залететь, там на втором канале вышел ролик. Так что обязательно посмотрите, всех вас жду. Итак, здесь я всё оббежал, тут ничего нет, тут уже не 33 высота, хотя и в дырках тоже это всё может спавниться. Сундуки могут спавниться не обязательно в пустом пространстве, тут по-любасу ничего нет, короче. Так, и здесь что-то ничего нет, там мы были, здесь тоже ничего нет, тут ничего нет. И вот единственное, что я не проверял, это вон ту часть, вон то крыло. Я ещё перед серией немного побегал, чтобы заранее знать, но в итоге нифига я не нашёл на самом деле. Но вот это место я особо не оббегал. Так, здесь у нас ничего нет, а может быть и есть, это как раз-таки 33 высота, и примерно вот эти координаты где-то были написаны. Так, 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 неужто у нас тоже здесь ничего нет? Что за странности какие-то? Так, стоп, этот блок... Опа! Опа, нашёл! Так, кажется, это он, и надеюсь, это он, очень сильно надеюсь. И что же, раз, два, три, и бам, открываем. О, да, это он. Но, правда, хотя нет, тут нормальное количество вещей, на самом деле, посмотрите, какая классная куртка, ё-моё. Охренеть, я очень красивый, мне очень нравится. Это не куртка, это рубашка флэша. Но, правда, никаких способностей она не придаёт почему-то, ну да ладно. Так, ну хорошо, давайте что-нибудь ещё посмотрим. Ещё есть какая-то куртка, и что же здесь? Ну, она уже немножечко другая. Окей, наверное, это даже часть костюма какого-то, хорошо. Но, вроде как, нет, это просто какие-то нагрудники, ладно, просто рубашечки. Так, какие-то кольца, я не знаю, для чего они мне здесь. А, подождите, по-моему, с помощью этих колец мы можем находить костюмы, или не находить, а выбивать, открывать, как-то надевать костюм, я не понимаю. Так, ну окей, давайте это всё заберём себе, потому что я, я пока немножечко не вдупляю, немного, окей. Так, это у нас, я знаю, что это такое, это у нас сыворотка. Как вы поняли, мы не можем пока что бегать быстро. Но, если сейчас мы примем эту самую сыворотку, то мы станем самым настоящим, что ни на есть, флэшем. Ну и начнём уже быстро бегать, то есть, серьёзно, у нас уже появятся некие способности. А ну-ка, раз, два и три, я принимаю, как это вкалывается правдоподобно, и бам. Всё отлично, мы получили ачивку, посмотрите на это дело, получил достижение. You didn't see that coming? Я ничего не понял, можете перевести в комментариях, мне очень интересно, если что, закреплю. Так, здесь у меня появилось кое-что интересное, этого я не видел, разные способности. Так, пополнение хп, беготня по стенкам, арм вортекс, я не знаю, что это такое. Бег по воде, бег сквозь стены, и что это такое? Цветовой бег, я не понимаю, что это такое, честно говоря, но напишите, чего я не понимаю. Dimension Breaches, я тоже не знаю, что это такое. Time Remain, это, по-моему, появляется двойник у нас, который нам будет помогать. Это сила, а это, это прыжок, что ли? Наверное, да, раз уж это есть, и у нас это не заблокировано, посмотрите, заблокированы вот эти способности, где ключик. Так, и я знаю, как их можно открыть, их можно открыть с помощью опыта, вот этот вот, видите, да? А его можно пополнять с помощью того, когда мы бегаем. Так, если мы начнем бегать, нажмем I, во, и сразу прибавляется скорость. Ого себе, смотрите, я даже немного наклонился от того, что быстро бегаю, нифига. Так, меня будет очень сильно нервировать рука, поэтому ее, наверное, надо отключить. А именно, покачивание камеры, да, потому что иначе она слишком будет трястись, неприятно. И охренеть, вы посмотрите, мы стали самыми настоящими, что ни на есть, флешами. Так, и мы можем повышать скорость. А ну-ка, оу, я бегаю уже быстрее, еще раз, оу, я еще, нет, я не бегаю быстрее. На H надо увеличивать скорость, да, действительно, я так быстрее начинаю бегать, офигеть. И я могу весь, оу, господи, что, я загорелся почему-то, почему? А, новые достижения, Human Tart. А мы не можем бегать быстро, потому что нам нужен костюм. Действительно, о, господи, все понятно, я не буду это использовать. Так, оу, снижаем скорость. И это скорость, на которую мы не можем бегать без костюма, потому что нам будет слишком плохо. Хотя я думал, о, господи. Так, и по идее, нам дается даже сила. Офигеть, как я бегаю, очень круто на самом деле. Посмотрите на эту анимацию. Можете ценить, посмотрите, как я бегаю. Но, правда, почему-то линии не видно на камере вашей. Почему так, я не понимаю, но бегаю как ненормальный. Хотя здесь линии нормально видны, это очень странно. Так, и что же, я же все с сундука забрал. Да, я забрал все с сундука, окей, видимо, следующее, это у нас костюмы. Ну, окей, у нас тут свободная площадка, поэтому давайте это все здесь тестировать, как раз таки. Так, все оружие, вот это я все уберу. Так, это мы выкладываем вперед, а это что такое? По-моему, это можно куда-то складывать. У нас есть второй инвентарь, и сюда мы можем это положить, наверное, вот сюда. Да, и у нас сразу прибавляется скорость, посмотрите, мы ее можем прибавить, но мы нафиг сгорим или умрем. А давайте попробуем, почему бы и нет, прям на максималку. И раз, два, три, бам! А, все, нет, я сразу же сгорелся. Так, ладно, убавляем скорость, все, все, теперь все должно быть нормально. Теперь по скорости у меня все самое обычное, да, и два хп, классно. Мы можем отключить эту скорость и ходить как нормальный человек, в принципе, это не проблема. Окей, но я хочу быстро. Значит, эта штука прибавляет нам скорость, хорошо. А эта штука что нам дает? Она тоже нам прибавляет скорость, но не так сильно, по-моему. Да, эта штучка дает на четыре, а эта штучка дает на три, хорошо, прибавки. И теперь, я так понимаю, костюмы. А это у нас, видимо, стенд, куда мы можем наши костюмы складывать. Да, сюда мы можем все это дело надевать, отлично. И даже одевать эти штучки, вот как они выглядят, посмотрите. Йоу, прикольно, на самом деле, красиво, как говорится. А эту штучку не видно. Так, ну что же, вы готовы испытывать костюмы? А ну-ка, посмотрим. Опа, правой кнопкой мыши. И что это за костюм такой? Воу, микротехнологи. По-моему, у Флэша не такой был костюм. Ну, ладно, окей, давайте зайдем в него. Опа, и все, мы его сразу же надеваем. Так, теперь мы сможем нормально прибавить скорость. И посмотрите, я как-то, я триггерюсь как-то, что? Меня как-то очень странно трясет, на самом деле. И если я сниму шлем, то все равно трясет. Чей это костюм, объясните, пожалуйста, мне стало очень интересно. Так, ладно, пишите в комментариях, буду закреплять. Так, если мы нажмем N, то мы просто снимаем костюм. Хорошо, давайте еще раз. Опа, надеваем и вбегаем в него. А давайте попробуем увеличить скорость максимально. Попробуем сюда сложить кое-что интересное. А именно эту штучку, которая дает нам прибавку к скорости, мне кажется, это еще самый большой костюм. Самый, точнее, один из самых сильных, он почему-то так кажется. Так, окей, ну что же, проверим здесь нашу скорость. И ну-ка, я так по-обычному добегаю очень долго, на самом деле, до этой стенки. И посмотрим, за какое время я добегу, если я увеличу на максимальную скорость. А ну-ка. Так, нет, сначала я увеличу, наверное, до середины примерно. И раз, два, три, бам! Очень быстро, это было очень быстро. И давайте до максималки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, максимум просто. Еще прибавка. Раз, два, три, все просто. Это очень быстро, посмотрите, как я кушаю. Офигеть. И он, кстати говоря, через стенки нормально бегает, точнее, поднимается на блоке. Я думаю, то, что нам нужно выбежать наверх и проверить все там, на самом деле, в нормальном мире. Я немного заговариваюсь, поэтому не бейте меня, на самом деле, просто все так быстро происходит. Так, отлично, я очень быстро сюда добежал, невероятно быстро. Хорошо, теперь мы снимем этот костюм. И посмотрим, какие еще костюмы здесь есть. Так, это, по-моему, на кнопку N. Все, спасибо. Так, следующий костюм. Опа. О, какой-то, по-моему, стандартный костюм Флэша. Ой, я опять обжигаюсь, потому что я скорость не понизил. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, второй это костюм. Это то... Что это такое? Чей это костюм вообще? Он какой-то в очках, я такой первый раз вижу. Третий костюм. О, бля, какой красавчик. И четвертый костюм. Это уже, мне кажется, самый обычный костюм Флэша. Как раз-таки вот он был в сериале, по-моему. А вот этот, по-моему, был в Лиге Справедливости. Или этот, хотя они вроде как идентичные, на самом деле. Желтый костюм, кстати говоря, да. Так, ну и, наверное, потихоньку, по порядку мы будем их испытывать. Давайте с этого начнем, как раз-таки, который такой, можно сказать, каноничный. Офигеть, у него скорости, вы посмотрите. Так, я хочу ее прибавить. Так, нет, я ее наоборот отключил, пожалуйста. Я хочу на максимум прибавить скорости. Что за хрень? А, господи. Я как-то слишком быстро от этого пса отбежал. Это у нас был Смейлдог, по-моему. Да, вон он, твар. Но ничего, у меня есть космический меч. И, кстати говоря, у нас урон нехило так увеличивается. Где ты, твар? Но по воде, к сожалению, очень. Мы не бегаем просто. Нам надо это прокачать. Кстати говоря, посмотрим, насколько у нас увеличился опыт. А ну-ка, где-то это здесь можно проверить. Пожалуйста, скажите мне, где это можно проверить. Вот. И да, у нас уже второй уровень. Мы можем что-нибудь уже улучшить. Наверняка нет или не можем. Так, ну я хочу испытывать еще и другие костюмы, понимаете? Поэтому снимаем этот костюм. Спасибо большое, колечко. Так, и наденем мы, наверное, знаете какой? Наденем мы вот этот костюм. Что это за костюм? А, я его не надел. А, надел. Так, и он тоже очень быстрый. И дает нам огромную скорость. Но, правда, он какой-то странный. Я не понимаю. Мне кажется, это женский костюм какой-то. Это странно. Но он такой же быстрый. В общем, посмотрите, как я бегаю задом. Офигенно. А передом так вообще купец полнейший. Очень быстро. Так, и возьмем, пожалуй, вот этот костюм. Офигеть. У него прибавка к скорости. Вы посмотрите на это дело. Что это за такой космический костюм? Или квантовый костюм? Как его можно назвать вообще? Так, мне, конечно, страшно прибавлять здесь скорость. Но давайте это сделаем просто на максималочку. И посмотрим, насколько быстро он бегает. Теперь мы попробуем добежать до того места, где у нас обычно находился сиреноголовый. Как вам такое? Офигеть. Просто жить. Я упираюсь в деревья, понимаете? Я просто буду сейчас упираться в деревья. И наносить, получать точнее огромный урон от того, что я падаю. Так, ну здесь, как вы помните, я это накопал. Ох, нифига, я перепрыгнул. А, я урон дикий получаю? Нет. Скорость у меня отключилась. Она, точнее, стала поменьше. Но здесь особо большую скорость лучше не включать. Так, как мне сделать, чтобы не умирать от этого? Я даже не добежал до того места, умер уже от скорости. Можно включить скорость полегче. На самом деле, и нормально добежать до всего этого дела. Но у меня всё равно что-то страшное. Вот серьёзно стало. Очень страшное. А почему-то урон здесь, получается, нехилый такой. Но больше никаких способностей у него нет. Но я знаю то, что здесь есть костюм Савитара, у которого утягиваются когти. И он был самым быстрым костюмом. А это, мне кажется, ещё быстрее. Так, ладно, отключаем его. Посмотрим, что у нас тут ещё есть. Так, подождите, вот это что у нас? Это тоже очень быстрый костюм Флэша. Очень быстрый тоже. Невероятно быстрый. Мне кажется, потому что он как раз-таки каноничный. Из того самого сериала, господи. Если мы увеличим скорость, то мы будем такими же, капец, какими быстрыми. Также будем получать урон с падения. Ай-яй-яй-яй, аккуратнее, пожалуйста. В общем, страшно капец. Поэтому я его тоже отключаю. Так, последний. Он на самом деле уже не такой быстрый. Но он выглядит как из, эм, как раз-таки из Лиги Справедливости. Такой вот тёмненький, более-менее. Ну и, разумеется, этот костюм, который мы уже испытали. Это жёлтый. Я его уже случайно надел. Но, в общем, я так понимаю, неужто это всё, что мы получили? Ну, как бы, я и так много всего получил. Так и получается, я могу перестать быть этим самым Флэшем. Опа, и всё, я больше никакой не Флэш. Так вот, чуваки и чуваки, напишите мне в комментариях, стоит ли мне оставаться Флэшем. И, как бы, всякие костюмы новые испытывать. Или же выкинуть абсолютно все костюмы и скрафтить, попробовать самому. Сейчас я это выкидывать не буду, потому что, ну, как бы, да. В прошлый раз вы были, ну, огорчены всем этим. Поэтому вы мне напишите в комментариях, что мне с этими костюмами делать. Может быть, мне их отложить куда-нибудь на чёрный день, как вы писали. Чуваки и чуваки, не забудьте посмотреть предыдущие мои ролики, обязательно. Также не забудь подписаться, поставить лайк на канал. Ну, и, соответственно, оставить свой комментарий. А с вами был тот самый опаснейший Феликс. До скорой встречи и пока-пока.